Вот почему эта мера не работает, будем отдельно разбираться, но она не работает. То есть в своей общественной работе в опоре, да? То есть у вас уже план вопросов? Ну у меня общественная работа в опоре была о региональном развитии, я не занимался. Сейчас, наверное, после выборов с новым президентом будет переформатировано. Конечно, накоплен большой опыт. То есть болевые точки вы на себе прочувствовали? Да, в полной мере. То есть все-таки, да, правильно говорите, болевые точки. А вот про болевые точки законодательства или там действия вот этих силовых всяких ведомств. Сегодня вы можете назвать? Нет, сегодня не могу. Я, во-первых, еще надо проанализировать. Давайте все-таки еще раз говорю. Я же всегда к вам относился с большим уважением, поэтому вы первые, кому я толком пришел. Поэтому сейчас я... Вот я вчера на работу в офис вышел первый раз. Первый раз. Да. Я должен лежать сейчас в больнице, а я, так сказать, вот сижу вот с вами. Лучше люди спрашивают, а не пришло вам в голову бежать из России? Нет, не пришло. Сразу отвечаю. Сегодня не пришло. Знаете, там, когда сидишь, иногда думаешь, да что ты, все, конец, что за жизнь. Но, сказать, нет. Нет, да? Вы знаете, я всегда так говорю, это наша страна, здесь живут мои дети. И почему, так сказать, я должен бежать, и почему я кому-то должен эту страну отдавать. Почему? Нет. То есть оптимизм сохранился очень внутренне? Да, я думаю, скорее да, чем нет. Хотя, конечно, многое было, так сказать, ну, вот понимание того, что это, ну, может случиться с каждым. И это не просто так, вот конкретно где-то стечение обстоятельств. Ну, вот вы же мысли не допускали, я помню, вы же говорили, я в горе, я встречаюсь со всеми. Я мысли не допускал, что если ты абсолютно невиновен и честный человек, ну, да, уголовное дело, могут, да, еще, ну, могут что-то, так сказать, вот просто тупо держать и продлевать, и говорить, ты не предприниматель, и ты виноват, а в чем виноват. А потом все-таки через один из месяцев сказать, нет, все-таки давай, так сказать, мы дело закроем. Ну, это я утренную немножко говорю. А допросы часто были вообще? Вообще не было. Было ощущение, что вас не вызывали? Вообще не было, вообще не было. А? Нет. За один из месяцев ни одного допроса? Нет, но они были, один допрос был по поводу моего здоровья, когда меня отправляли в больницу. И мы сами наставили на допросах, один был допрос, когда мы наставили, адвокаты вместе наставили, пришел один из младших следователей, и я ему рассказал, как работает система микрофинансирования в России.